Максим Владимирович Петров, российский врач и убийца. Его прозвали доктор смерти, медбрат и убийца со шприцом. Родился 14 ноября 1965 года. Между 1997 и 2000 годами Петров, который жил на Васильевском острове в Санкт-Петербурге, совершил 47 грабежей. Он переходил к пациентам, пенсионерам домой, без предупреждения и обычно утром, когда их родственники уходили на работу. Петров измерял артериальное давление и сообщал пациенту, что необходимо сделать укол. После инъекции жертвы теряли сознание, а Петров уходил, забрав с собой различные вещи. Он снимал кольца и серьги с пациентов, забирал у них ордена и медали, бытовую технику. Но иногда Петров забирал с собой всего лишь скромную сумму денег, которая была меньше даже 100 рублей. Первые жертвы не умирали, они просыпались, когда Петров уже скрылся с места преступления. Первое убийство он совершил 2 февраля 1999 года, во время 30-го по счету грабежа. Пациент был уже без сознания после инъекции, когда неожиданно домой вернулась его дочь и увидела, как доктор совершает кражу. Он ударил женщину отверткой, а пациента задушил. После этого эпизода принцип работы Петрова изменился. Он вводил жертвам инъекции из множества смертельных наркотических препаратов, чтобы милиция не думала, что преступник медик. Петров поджигал дома своих жертв, чтобы скрыть следы преступления. Выбор вещей для краж по-прежнему был разнообразным. Иногда убийства совершались из-за 50 рублей или еды жертвы из холодильника. Украденные вещи позже нашли в его квартире. Частью на же успел продать на рынке. Милиция не выпускала футеровод подозреваемого, думая, что он будет скоро пойман. Однако расследование продлилось до 2000 года, прежде чем следователи поняли принцип отбора жертв. Все жертвы были включены в список пациентов, прошедших флюорографию, которую Петров нашел в местной пеликлинике. Используя этот список, милиционеры выявили 72 возможных будущих жертвы. В ходе операции «Медбрат», в которой участвовало 700 оперативников, Петров был задержан 17 января 2000 года, во время посещения одного из пациентов. Максим Петров был осужден лишь 21 ноября 2003 года. В своем последнем слове отказался от всех показаний, заявив, что все, что он говорил, было сказано под давлением оперативников, признав себя виновным лишь в том, что использовал поддельные документы для проезда в общественном транспорте. Однако суд, основываясь на показаниях свидетелей и доказательствах следствия, приговорил Петрова к пожизненному лишению свободы. Отбывать наказание Петрова определили в колонию особого режима «Белый лебедь» в городе Соликамске. По утверждению автора документального сериала «Криминальная Россия. Разведка», Петров скончался в 2007 году из сердечного приступа, спровоцированного раком головного мозга. Однако в 2012 году он получил от Российской Федерации по решению Европейского суда по правам человека 16 450 евро в качестве компенсации за плохие условия содержания в изоляторе. А с 2014 отправлял многочисленные жалобы в Верховный суд Российской Федерации, что опровергает версию о его смерти. Точное количество его жертв неизвестно. Вероятно, их было больше 19. Сейчас Максиму Петрову 53 года.